Тверь лишилась уникального объекта старинного городского ландшафта. На набережной Степана Разина при ремонте тротуара демонтировали дореволюционные колесоотбойные тумбы. Взамен фирма-подрядчик установила новодел. Роман Быков расскажет о том, для чего нужны были эти объекты и представляют ли они сейчас какую-либо ценность. До революции колесоотбойные тумбы были приметы любого более-менее приличного города. Их, во-первых, ставили на тротуарах или, как тогда говорили, на панелях. Они огораживали пешеходов от наезда транспорта, гужевого, естественно. А с другой стороны, их устанавливали при въезде в каждую такую проездную арку, чтобы, опять-таки, въезжающая карета или телега своей осью не портила угол здания. Поэтому их и называли колесоотбойные. Однако с уходом гужевого транспорта такие, как бы сейчас сказали, малые архитектурные формы стали постепенно исчезать. Тверь не исключение. Еще лет 10-15 назад тумбы можно было повстречать на улицах исторического центра. Теперь же их увидеть – большая удача. Судя по всему, при ремонте тротуара на набережной Степана Разина выкорчевали одни из последних, которые выглядели вот так, и заменили на новодел. Между тем, специалисты говорят, что дореволюционные оригиналы должны были быть включены в предмет охраны, так как они являлись неотъемлемой частью всего архитектурного комплекса. Теоретически обязаны были включить. Они представляют себе историческую ценность. Если не включили, то, значит, это уже на совести разработчиков. Если они есть в предмете охраны, тогда это уже нарушение законодательства. Потому что компания «Экодор», которая производит ремонтно-строительные работы по дорожному покрытию, она не имеет лицензии по работе с объектами культуры и наследия. Удивительно, что так безжалостно с колесоотбойными тумбами обошлась фирма из Петербурга, на улицах которого пока еще немало таких примет старины. Хотя, может, меняя их на новые, дорожники хотели сделать как лучше. Однако получилось как всегда.